Здравствуйте, дорогие любители ММА. Сегодня у нас UFC 256, который пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе, Невада, Соединенные Штаты Америки. Инкретно в этом выпуске Сергей Спивак против Джареда Ван-Дера. Кто такой Джаред Ван-Дера? Это, наверное, дебютант UFC. Давайте сначала, ладно, с пивака разберем. Сергей Спивак по кличке Полар Бэр. 11-2, профессиональный рекорд. 25 лет, 190 сантиметров рост. UFC выступает в 2019 году, где он проиграл Уолту Харрису нокаутом в первом же своем поединке за 50 секунд. Но это Уолт Харрис, но с другой стороны, это был еще тот Уолт Харрис в 2019 году, до его личной трагедии. Теперь Уолта Харриса отплинал Волков, но не важно. Потом Сергей Спивак победил Тая Туйвасу в 2019 году треугольником, Рудчиным во втором раунде задушил, после чего проиграл Марчину Тебуре решение в 2020 году. И Карлоса Филиппе большинством решений судей победил. То есть, кое-как, по сути, да, получается. Ну и теперь такого же дают ему оппонента Джаред Ван-Дера по кличке Маунтейн. 11-4, профессиональный рекорд. 28 лет, 193 сантиметра рост. Через контендер Серис, он попал в UFC, где победил Харри Хан Сакера. Нокаутом в первом раунде. Ну, до этого выступал... Ну, в ЛФ он проиграл. Можно сказать, ну, что выступал, нет, в ЛФ он проиграл и не один раз. Ну, слушайте, среди его поверженных оппонентов есть даже с отрицательными рекордами какие-то чувачки. И даже в том числе он проиграл чуваку с рекордом 4-3. То есть, у Спивака шансы прям запредельные побеждать в этом поединке. Особенно у него есть для этого арсенал болевых приемов. Да, здесь Спивак фаворит. И, скорее всего, у букмекеров так же. Не вижу победы его оппонента. Ну, апсет в тяжелом весе всегда. Может быть и лаки панч, тем более, и все такое. Давайте посмотрим коэффициенты. 1.43 против 2.92. Ну, здесь я бы взял победу Спивака решением, если бы была расширенная линия. Но так как ее нет, я не знаю, 1.43 на Спивака это много или мало? Ну, это так, как и должно быть, по сути, 1.43. А когда у нас такие коэффициенты, то смысла ставить нет. Я думаю. То есть, на его оппонент... Ну, то есть, можно, конечно, поставить на этого Вандерварта. Короче, он мне напоминает почему-то Вандерварта в своих фамилии. Вандера. Но я бы не стал и не буду. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok